Доброе утро, мои дорогие! На улице минус 25. Сегодня хоть и суббота, но рабочий день, видимо, из-за 23 февраля. Мы решили, что мы не поведем Сашу в сад. Холодно, таскаем его по морозу туда-сюда. Холодно на улице. Ну ладно, пока еще все спят. Включаем новый день, мои дорогие. Ну что, родители наши уехали в аэропорт. Мороз минус 25. Дядь, какие мы молодцы, что не полетели в Сочи. Такая непогода. Вообще, мне кажется, во всем почти мире, что творится. В Техасе такой штат. От урагана, от снега 300 тысяч людей без света сидят. В Техасе, в Крыму, дорога перекрыта, Таврия. Крымский мост снегом завалил. А в Крыму-то это вообще настолько редко, что там коллапс. Все встало. Вообще, ужас какой-то. В Сочи мимоза вся в снегу. Ой-ой-ой, что делается. Дал февраль шороху народу. Ну, зато вот из Узбекистана мне написала зрительница, что у них плюс 25. Вот где сейчас тепло. В Мурманске-то привычно такая погода. А вот в таких местах, где тепло, да, снег, гололед, не пойми чего. Техники нет такого количества, вот как в Мурманске, чтобы бороться с этим снегом. Поэтому вот такие последствия. Так-то, ну, что страшного, да? Ну, 20 сантиметров снега выпало, ну. Ну, вот. А там коллапс. Так что Сашу не повезли сегодня в садик. Пусть дома. Пусть нормальная суббота у ребенка будет. А мне надо идти на почту. Ну, хорошо, что почту вот в доме с торца далеко хоть никуда не мотаться. Жизнь продолжается, не смотря на непогоду. А сегодня в 8 утра звонит Мариша, подруга моя. Она не смотрит мои видео, поэтому не знает, что мы не полетели в Сочи. Ай-яй-яй, Марина, я вот смотрю все твои видео. И названивает. Я уже беру, Костя звонит, Костя в душе мне звонит. Я говорю, что такое-то? А, вот вы это, в Сочи гостиница горит. Я говорю, мы в Мурманске. Гостиница там. Да так, такая частная. Гостиница, да, сгорела. А что, наверное, холодно же, включили, наверное, обогреватели. Все, что можно как-то согреться, вот и коротнуло. Делают-то на авось все. Вот авось и случился. Относиться нужно ответственней к своей работе. А у нас очень любят построить так, чтобы потом в любой момент что-то случилось. Ну, народ попросыпался. По делам зашевелился. Так время уже 10 часов. Иду в ленту. И тут диван около свалки. И на нем целая гора ниток, недовязанных вещей. Ну, это же спицы круговые есть. Вон, какая недовязанная красота. Тут уже, видно, ковырялись, потому что все вывернуто. Иду в ленту. Я в этот раз еще не была в ней. Девчонки, что я вам хочу сказать. Вчера смотрели сериал. Называется «Пассажиры». Такое название я бы, вы знаете, даже и смотреть не стала. Но там в главной роли Кирилл Кяро, которого я очень уважаю. И мы, трое взрослых людей, сидели такие растроганные. Сериал там 7 или 8 серий, но они коротенькие. Прям коротенькие. Смотрится просто на одном дыхании. Не жесть, как сейчас любят снимать, что смотреть страшно. Но очень. Такой прям душощипательный. Так что очень советую посмотреть. Заставляет о многом задуматься. Я так, главное, уже потом спать легла. Вспомнила там один момент. И разревелась. Ну, я человек сентиментальный. Ну, правда, вот душевный. Смотришь, либо пошлятина, либо жесть. Ну, какие-то. Либо просто фильмы для идиотов. Это прям очень душевно. Так что посмотрите. Он быстро очень. Маленькие серии. Время пролетело. Незаметно просто. Ну, а я вот потихоньку пришла. Народ, наверное, толпа. Сегодня суббота. Ну, ладно, маску надела, пошла. Как я люблю эти эскалаторы. Прям очень благодарна, что не идти по ступенькам. А везут тебя и везут. Вот хоть ругайте меня, не ругайте. А я целый пакет ниток все-таки забрала. А что, они чистые на снегу? Сейчас. Закроем. И пойдем. Так. Ой, ватрушки какие. Ах, и пингвинчики. И снежиночки. 1799. А это сколько? Не вижу. Саночки. Так, ну ладно. Здесь полотенце махровое. Скидки. Видите, какие? Вон их тут. Мой генерал. А это к 23-му. Купить, что ли, генералу? Зайки мои. Я, конечно, не буду обзор тут всего делать. Это надо целый день угробить. Так. Вот тут колготочки, игрушечки. Так. Тут все со скидками. Вот такой огромный. Ой, зайцы какие. Ну, у Сашки есть такой же слон огромный. Так. Ну, вот скидки, скидки, скидки. Вот клондайк, где Танюшка покупает семена. О, какая красота. Так, это надо. Сейчас я... Сейчас я куплю все, что мне надо. Потому что иначе я забуду. А потом вернусь сюда. Гладиолусы, гладиолусы. Дренажи. Ну, в общем, во всех крупных магазинах сейчас продается всякая красота. Жозефина. Лилия восточная. Это что такое? Так. Вот эта темная мне нравится. Нравится. Какая. Ну, они по одной штуке. Это же сколько с их надо, чтобы была красота, да, девчонки? Гладиолусы какие яркие. Так, а что тут у нас? Ну, тут, конечно, такая обувь народная. Меня вот отвыкла я от больших магазинов. Устаю. Устаю. У меня прям... Устают глаза. Прям устаю. Так, ну ладно. Тут мне не надо ничего. Так, сейчас. Пойдем отсюда. Из этих щеток моющих и прочего. Вот так. Тут для сада. А вон тоже какие-то семена. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Вон тут огурцов немерено. Помидоры. Томат, оранжевый слон. А где вы взяли лилии? Вот. Вот там. А, вот там. Спасибо. Пожалуйста. Так, ну что тут? Угу. Тут зеленя, короче говоря. Так, а это что? Опенок зимний. Угу. О-хо. Угу. Как на открытом воздухе, так и в закрытом помещении. Угу. Интересненько. Слушайте, надо взять. Попробовать. Угу. Так. Настурции, настурции. Георгины. Бархатцы. Бархатцы. Петит. Петит это малыш. По-французски. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Надо взять. Ну все, я зависла. Я зависла. Меня там няня ждет. Я зависла. Напросила ее отпустить. ОтечCEМУ. Ой-ой-ой. 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 на такими темпами кобея лазающих господи я такой биолог я даже не слышал такой для вертикального зеленения надо взять так ладно пошла-ка я дальше какие формочки хорошие 100 рублей так сковородки сковородки кастрюльки ну не показать зайки тут одних он лимонадов рядами ой а уж спиртных напитков всяких вообще какой джинчик жинчик какой хороший но это мы все знаем так ну когда я уже дойду до чего-нибудь вкусного одни бутылки там дорогу перекрыли погрузчик ползает мне не не пройти только так ну вот цена девчонки апельсины для сока мандарины израильские дорогие мандарины недорогие в общем и цены и такие и такие а его 179 но считай 180 рублей груши так народ разгружает выставляет так это у нас все есть это не надо это нам родители закупили ой спасибо надо туда вставить так яйца тут как-то много продается по 30 штук по 20 так колбаски сосиски одних яиц не знал сколько так сыры майонезы рыбы так сейчас я посмотрю консервы рыбные всякие-всякие-всякие-всякие не разъехаться не разъехаться суббота да так это тут икра натуральная рыбки красненькие так мясо мясо осованное фарш так всякая разная печень фарш так так кита по карте дешевле да немного по местной горбуша лосось ой точка так да уже не та тут Мурманск то не тот зайки мои ну не то три скала 338 палтус 669 почему-то лежит в глубине старый наверное чтобы не видно было а тут посвежей так подгасим разве раньше так было раньше зубатки одной было несколько видов семги было завалено ёрш ну это было не перечислить всего а теперь лосось видите как они придумали пленкой затянули продавцов это вот как пандемия началась итак окошки только для выдачи товара креветочки 368 по 150 рублей раньше такая креветка была коробками брали мелкую ну это уже да 800 рублей о о о ой 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 506 так ладно тут мяса 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 очередь видите какая мягко м不 24, 27, 37, 43. Так, меня потянуло к еде. А это о чем говорит? А говорит о том, что я не ела ничего с утра. Видите, какие прям на стол ставить можно. 400 рублей тарелка. 379 рублей. Клубничка-то. Ну, лента, он не дешевый магазин. Это не Гикси. Поэтому много тут чего есть. Ну, и понятно, как я вот это люблю. Хлеб-то нельзя. Да, все говорят, можно, но понемножку. Да не умею я останавливаться. Ой, простите. Потому что, если я куплю сейчас, я его и съем. Весь. Знаете, как говорят? Сила есть, воля есть. Только силы воли нет. Поэтому я стараюсь обходить стороной все эти отделы, дабы не соблазниться. Чай мне надо еще сходить посмотреть. Витя. Витя. Я, Витя, покупаю чаи. Такие, которых нет. Черноморские. Ну, и зеленые. Они любят зеленый чай. Всякие разные. Что попадаются мне где-то, я смотрю. На это и покупаю. Хожу, хожу кругами. Так, это приправы. Консервы. Чуть никак не могу найти. Вот, нашла. Нашла. Так, ну все. И два разных чая Вити купила. Можно идти на кассу. Так, Егорки нет. Сейчас бы он. Бабушка, купи. Любитель суши. Ну, что вот я хочу сказать. Две тысячи двести рублей. Насколько хватит пенсии, если один поход в магазин? Две двести. А ведь из продуктов я очень немного что купила. Купила крылышки копченые, сосиски. Саша попросил сосиски. И сок у него кончился. Ну, и чаю два пакетчика я купила. И все. А остальное вот цветы, полотенца. В общем, две двести. И пенсия. Десять. Десять триста. Какие шкурочки. Ну, ладно. Шапка какая. Три девятьсот. Как чабан. Ой, смотрите, какие валенечки. Со снегирями, со снежинками. Снижена цена была две... Ну, две пятьсот, стало тысяча семьсот. Нитки. Нитки. Ну, ладно, мои золотые. Пошла я домой. Надо нянечку отпустить. Ну, она сейчас как раз Сашу спать уложит. Пока я приду. Я займусь немножко, пока он спит делами. Ну, а потом все. В бабушках как положено. Надо ребятам позвонить, как они там долетели. Ой, я же вам еще не рассказала, почему они улетели сегодня, а не вчера, как должны были. Ой, ну, это вообще... Сейчас расскажу, выйду на улицу. Это вот насколько ритм жизни сумасшедший. Ну, понятно, что не у всех. Кто-то сидит, как говорится, пальцем в носу ковыряется. Да, день прошел, и ладно. Я вот просто смотрю на Костю, думаю, господи, как ты это выдерживаешь. Да. А что делать? Семья, детей куча. Надо. Каждый раз покупаю вот эти сумки. Ну, где бываю, в окее, в ленте. Вот. Их в посылке кладу или с собой забираю. И они, вот знаете, всегда пригодятся. Вот эти крепкие сумки. Снежок пошел. Такой крупненький. Ой, постою, перекурю. И вам заодно расскажу, да. Вот, кстати, это самое мне написала девушка из Финляндии. У них уже спал мороз. Минус шесть. Да, конечно, когда-нибудь он спадет. Че уже март скоро. Все, весна, девчонки, скоро. А, вот. Уже забыла, че хотела сказать. В общем, короче говоря, Костя, у него постоянная зоопарка, работы-то дофига. И риэлты, и физкульты, и стройка дома, и дети, семья. И, в общем, я понимаю, что голова-то на разрыв идет. И он купил билет не из Мурманска в Питер, а из Питера в Мурманск. Вот как он сам не понимает, как это получилось. Они приехали в аэропорт. Смотрят, такого рейса нет. Ну, в общем, вернулись домой. Вот, и улетели сегодня. Ну, вот у них сейчас был в 11 с чем-то самолет. Так что вот так вот. На него иной раз люди обижаются, когда он что-то забудет, пропустит. А я все время говорю, вам бы столько забот, столько работ, вы бы и не то забыли. Тут забываешь, куда телефон положила. Сегодня только просила, Гриша, позвони мне. А вот самой он на штативе стоит. А я еще ухожу. Вот так вот. Ну, ладно, лапуськи мои. Я уже больше ничего снимать не буду. Старенькие домики. Давно не красили. Вот, так что прощаюсь с вами до завтра, мои дорогие. Потому что сейчас буду сделаю дела, разберусь. Саша проснется, буду с ним. Ну, если чего-то будет, сниму. С ним интересно все время, конечно. Вот. Так что, мои дорогие, не грустите. Скоро весна. Все будет хорошо. Все будет просто замечательно. Оно по-другому быть не может. Все. Я вас обнимаю, целую. Не болейте. Самое главное. Держитесь. Субтитры сделал DimaTorzok